В принципе, что такое наука? Вот говорят, наука физика, наука кабала. Наука – это самый край передовой. Всё остальное – это уже пройденный материал. То есть, чем отличается кабала от обычных наук? В ней уже всё пройдено. Есть люди, которые уже всё прошли. И нам нужно только повторить эту методику, пройти по их стопам. В принципе, духовный путь открыт. То есть, начальная и конечная точка, они определены и определены каббалистами. И всё закончено. А вот как достичь эту окончательную точку? Ну, то, что би-и-то и а-ха-шена. Это вот наша, так сказать, работа. Да. Но дело в том, что когда мы постигаем эту науку, то постигаем её в своих инструментах. И хотя мы повторяем практические результаты предыдущих, уже прошедших все эти эксперименты учёных, каббалистов, но мы раскрываем это по-своему. То есть, вот в итоге описания, они и идентичны, и неидентичны. Потому что здесь происходит связь между жёстким экспериментом и его психологическим внутренним восприятием. А оно индивидуально. То есть, предсказать каббала не может события? Нет, я не об этом. Я о том, что постижение каббалиста, оно является одновременно объективным и субъективным. В этом плане, да, мы хотели бы уточнить, в чём заключается это различие в понятии объективности в каббале и в обычных науках? В обычной науке человек воспринимает эксперимент, он его воспринимает вне себя, на каком-то материале. Или это там какие-то экраны, на которых он это всё видит, наблюдает там. Или какие-то реакции, там что-то происходит. И то, что наблюдает он, и то, что наблюдают остальные, практически это всё можно измерить и уравнять. Неважно, кто наблюдает. Если люди для этого нуждаются в особой подготовке, то каждому, допустим, можно подготовить, он будет наблюдать абсолютно ту же картину. И неважно, если у вас восприятие, допустим, какого-то свечения, там, допустим, красного, оно немножко отличается от восприятия другого человека. Вы это не принимаете во внимание. А в кабале восприятие, оно внутреннее, постижение, оно внутреннее, внутри человека. И поскольку каждый из нас создан в разных свойствах, в совокупности разных свойств, то поэтому восприятие вот того пространства, тех сил, того поля, в принципе, поля, которое мы раскрываем, мы раскрываем его на себе. И хотя мы раскрываем его градации, его свойства, с одной стороны, они одинаковы у всех, с другой стороны, в принципе, каждый воспринимает это внутри себя по-разному. И здесь существует ещё дополнительная возможность в объединении между собой вот этих восприятий прийти к постижению ещё большего восприятия, к более внешнего, высшего. Да, вот этот пункт очень-очень важный, потому что в обычных науках в самом деле нет. Здесь восприятие во-прежнем остаётся индивидуальным через свои пять органов чувств, и нет никакого такого надуровневого или общественного восприятия того, что происходит. Это, в самом деле, очень... Для меня это было совершенно такое новое, как бы, видение.